Веломарш, посвященный 74-й годовщине Победы, в Бендерах собрал более 400 участников. Марш стартовал с площади освобождения. Финишировали участники у стен Бендерской крепости. В память о героях войны развернули георгиевскую ленточку и пели «Катюшу». Проверить тормоза, убедиться в надежности двухколесного транспорта. Настя Диордеева – дебютантка и самая юная участница веломарша. Я очень волнуюсь, что такое большое расстояние. Проехать предстоит 20 километров. Для новичков, конечно, это непросто. А вот бывалых участников такая дистанция не пугает. Были предложения укоротить маршрут движения, но я считаю, что это не совсем правильно. Мы должны приложить определенные усилия, чтобы этот маршрут пройти, охватить максимально весь город Бендеры. Чем меньше становится ветеранов, тем больше людей должны присоединяться к такому движению, как бессмертный полк, к спортивным движениям, к развитию юно-патриотического движения. Этим мы будем заниматься. Глава Бендера и депутаты во главе с председателем Гурсовета традиционно выходят на старт. Это четвертый велопробег, уже ставший для бендерчан одним из символов празднования Дня Победы. Любое мероприятие в День Победы обязывает нас собраться в единой борьбе против тех горячих голов, которые сегодня хотят переписать страницы истории и принести роль советского народа в великой победе против фашизма. И поэтому я считаю, что это наш просто нормальный гражданский долг. День Победы для нас очень дорог. И мы хотим отдать дань нашим дедам, нашим прадедам и таким образом поблагодарить их за победу. Совместить приятное с полезным и память почтить и с ветерком прокатиться по городу решили более 400 велосипедистов, команды предприятий, организации школ, спортсмены и любители из терраспольского клуба велопокатушки. Регистрация участников началась с 8 часов, но были желающие, которые подъезжали уже в 7.50 и просили зарегистрироваться. Очень приятно видеть участников, которые традиционно уже в четвертый раз принимают участие в нашем велопробеге. По ходу следования перекрыты дороги. Участников сопровождают машины ГАИ и скорой. Средняя скорость движения – 15 км в час. Рельеф непростой. Сразу несколько затяжных подъемов. Еще задолго до финиша есть отставшие и небольшие поломки. Чуть-чуть тяжело ехать очень. Еще ни разу воды даже не выпил. Устал. Просто устал, но ехали 11 километров. Впрочем, помощь техподдержки и медиков, сопровождающих велосипедистов на протяжении всего маршрута, никому не понадобилась. Колонна направилась на мемориал, расположенный в сквере Победы микрорайона Ленинский. Веломарш прошел по центральной части города. Этой дорогой в 44-м шли наши освободители. Под Бендерами сложили свои головы 1057 воинов из разных уголков Советского Союза. Еще одним местом встречи поколений стал пантеон славы. Мы город воинской славы Бендеры. Мы сегодня чтим память тех, кто погиб за нашу родину в 1941-1945 годах. И во славу тех, кто жив. К сожалению, их осталось немного, но этот велопробег показывает, что мы с ними едины. Отличная дистанция. Все хорошо. Прекрасная погода. Отличная трасса. Нас все устраивает. Хочется поздравить всех ветеранов с Днем Победы. Всего им наилучшего и долгих лет счастья и здоровья. Финишировал веломарш в Бендерской крепости. Здесь развернули большую георгиевскую ленту. Участников акции встречали как победителей. С оркестром, цветами и овациями. Я участвовал во всех велопробегах. Это великолепно. Это зрелище прекраснейшее. Это нужное мероприятие для всех, для поколений, чтобы они помнили. По звуке военных маршей в небо запустили шары цвета пороха и огня. Для участников велопробега организовали своеобразный привал с бесплатным холодным квасом. Вместе участники исполнили легендарную «Катюшу». Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.